мы как всегда с истории на этот раз история живее живых историй потому что это мой близкий друг продает бмв 2009 года выпуска машина нормально то есть но мелкие царапины сколы но по мелочи он пробег уже успел скрутить он пробег не успел скрутить все потому что это твой круг ах-ах-ах на продажу падают моментально вот я об этом и говорю живых звонков не так много как хотелось бы да зато вовсю названивают салоны и перекупщики вот к тебе как к автокриминалисту вопрос чем это опасно где здесь могут так скажем надурить очень очень такая больная и животрепещущая тема на самом деле все думают что в зоне риска находится только покупатель бедный покупатель платит за все скрученным пробегом там перебитыми номерами и так далее на самом деле это далеко не так и скажем так не всегда так продавец тоже очень часто попадает в различные ситуации как например твой товарищ ну пока он слава богу не попал не перешел до ту границу но он ходит где-то по грани я прям чувствую он балансирует как это швитин друг он по определению балансирует на бмв 9 года что усложняет ситуацию да на самом деле это крутой вираж и я думаю что пока твой товарищ не согласился на услуги каких-то левых автосалонов и перекупщиков он держится и пусть держится до последнего чаще всего именно так и начинается обман продавцов которые продавцов соответственно люди которые продают свой автомобиль да вот а вот абсолютно сергей абсолютно верно потому что продавцом может выступать кто угодно а вот собственник и владелец как правило это один человек который в общем несет на себе весь груз ответственности в случае чего в случае ошибки как чем засада вот салоне салон а элементарно элементарно, то есть салоны, как правило, приглашают, зазывают всячески звонками, горячими обзвонами, говорят, у нас есть для вас клиент, мы уже одобрили ему заявку на кредит, пожалуйста, приезжайте, показывайте машину, уедете отсюда с деньгами, мы вам заплатим ровно столько, сколько вы хотите, еще такси до дому вам, значит, оплатим. Человек приезжает, его начинают мурыжить всячески, надо экспертизу пройти, вот эксперт, вот надо на подъемничек, надо еще что-то, надо еще что-то, 5-6 часов его мурыжат, потом оказывается, что покупателя уже нет, кредит ему не одобрили, но вот какая незадача, мы вам машину проверяли, проверяли, мы ее мыли, мыли, даже пропылесосили, подготовку сделали, будьте любезны, 40 тысяч через кассу оплатите, и потом вы отсюда уедете. Вот оно что, если ты отказываешься. Вариант номер один. Понимаешь, вопрос такой, отказаться можно, можно лучше, чтобы не отказаться, просто не попадать в такую ситуацию. Еще бывают варианты, когда ты оставляешь машину на комиссию, я не говорю сейчас про серьезный крупный салон официальных дилеров, какой-то левый салон, взял твою машину на комиссию, и потом люди месяцами ходят и забирают назад свои деньги, то есть в договоре не прописано. То есть уже запроданная машина. Машину уже продали, уже ее, она уехала в другой регион, ее уже там счастливо эксплуатируют, и даже забыли, где у кого покупают, а реальный продавец, владелец никак не может получить деньги. И такие, на самом деле, ситуации встречаются довольно часто, я не знаю, как это происходит в регионах, но в Москве, вот в криминальных хрониках регулярно такое всплывает, что люди ходят вокруг салонов, пишут какие-то петиции, грозные письма, но попадают. Макс, давай тогда так, какие есть варианты реализации собственного имущества автомобиля в данном случае? Да, вот салоны есть еще, какой вариант? Я понял, есть салоны. Ну, официальные салоны, а что ли дилеры? То, что для нас привычнее всего, это продажи из рук в руки, грубо говоря. Человек-человек. Частное лицо, частному лицу. Это первая, самая такая, скажем, старая и испробованная схема. Второй вариант, это трейд-ин, то есть, когда ты приезжаешь, сдаешь свой автомобиль у официальных дилеров. И третий вариант у нас идет, соответственно, комиссия, схема по комиссии. Ты ставишь свою машину, ее продают, какие-то там деньги. Но там может быть много подводных камней. Там могут быть свои вопросы. А вот аукционы. Да, есть аукционы, как раз хотел сказать, ты прям с языка снял. Аукционы, это, скажем так, новая тема. Но там есть свои несомненные плюсы, есть определенные минусы. Но вопрос заключается в чем? Что аукционы, это очень маленькая доля всего автомобильного рынка по продажам. Пока аукционы не настолько популярны. Как он работает, если коротко сказать? Я думаю, что за ними, в принципе, довольно большая доля рынка. Как он работает? Ты приезжаешь на своем автомобиле, его фотографируют, показывают, выставляют в онлайн-аукцион. В аукционе принимает участие, допустим, 50-60 покупателей. Или это могут быть дилеры, это могут быть какие-то юрлица. То есть я говорю, что не обязательно автосалон. Перекупщик оформился, как ИП, заключил договор. И участвует. И участвует. Кто даст большую сумму, тот у тебя забирает автомобиль. Здесь, само собой, когда мы работаем с серьезным юрлицом, будь то аукцион, либо официальный дилер, мы лишаем себя всех удовольствий в плане каких-то проблем, получить проблему. То есть мы получаем одни удовольствия, а проблему мы лишаем. Мы лишаемся проблем. Мы сдаем машину, получаем деньги с кассы и идем домой. То есть у нас потом не будет такого, что, например, позвонил покупатель через 3 дня и сказал, ты говорил, что машина полностью исправна, у меня заскрепело колесо и так далее. То есть вот аукционы, официальные дилеры, они, скажем так, берут на себя вот этот вот демпферную прослойку. Но денег получишь меньше, наверняка. Денег получишь меньше, собственно говоря, соизмеримой с проблемами. Ты и проблем получишь меньше. Все логично. Но там, на самом деле, насколько мне известно, не такие большие поделят, если мы говорим про аукционы. Ребят, в современном, скажем таком, нашем динамичном мире, сколько ты потратишь времени на продажу машины, сколько тебе приедут, будет стоить торговаться, возить тебя по различным сервисам и так далее. Ну, ты потеряешь, может быть, полпроцента, процент, полтора-два. Да, но это вполне разумные деньги. Ну, как потеряешь? Ты все равно будешь кому-то что-то скидывать. Приедет человек, будет стоить торговаться. Ну, то есть то на то и получается. Да, ну, на самом деле, я, на самом деле, порекомендовал бы следующее. Если вы планируете покупать новый автомобиль, обречаться к официальным дилерам и все-таки работать по системе трейд-ин. Продавать, продавать. Потому что, если, да, я прошу прощения, собирать покупать новый автомобиль, нет, именно покупать новый автомобиль, то свой автомобиль лучше сдать в зачет. Потому что официалы сейчас оценивают практически посередине рынка, то есть они так безбожно не занижают. Если вы хотите получить живые деньги, здесь либо честная продажа из рук в руки, то есть к вам приехал человек, он купил этот автомобиль, вы рассчитались, допустим, там через банк, либо каким-то таким образом. Ну, на крайний случай аукцион. С комиссией. Вот в свете сегодняшних дней я бы не рисковал. Спасибо большое. Максим Шелков у нас был в гостях. Макс, ну и последний вопрос. Бэха девятого года не нужна? У меня уже есть. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...